Итак, вы решили инвестировать свои средства в портфель ETF. Я Дмитрий Ритунских, это Тинькофф Журнал, и мы разобрались, как купить ETF через Тинькофф Инвестиции. В Тинькофф Инвестициях вы можете купить 12 акций ETF, которые торгуются на московской бирже в рублях. Для начала нужно будет открыть так называемый брокерский счет. Брокерский счет – это счет для совершения сделок на фондовом рынке. Если у вас уже есть дебетовая карта Тинькофф, то вы просто сможете открыть такой счет онлайн. Вам придет смс-подтверждение, и через два рабочих дня вы уже сможете совершать операции на бирже. Если карты Тинькофф Банка у вас еще нет, то необходимо на сайте заполнить заявку и выбрать удобное время и место для встречи с представителем банка. Представитель банка привезет карту Тинькофф Блэк и документы на открытие брокерского счета. Помните, в выходные дни биржа не работает. После пополнения брокерского счета вы сможете покупать ИТФ через Тинькофф Инвестиции так же легко, как вещи в интернет-магазине. И, конечно, когда захотите, вы можете мгновенно вывести прибыль от продажи ваших акций ИТФ. Покупать акции легко через мобильное приложение или через сайт банка. Давайте я покажу. Сейчас я куплю ИТФ через сайт. Для примера я буду покупать ИТФ на золото. Это долговременная инвестиция с горизонтом от 1 до 3 лет. Акция покупается в пару кликов. Выбираем из каталога ИТФ подходящий фонд. В данном случае это ИТФ на золото. Указываем число акций. Нажимаем «Купить». Вводим код из SMS. Как видите, брокер списывает сумму сделки и свою комиссию. Теперь я счастливый обладатель акций биржевого фонда на золото. Это консервативный портфель, который предполагает коррекцию рынка акций в ближайшие полгода и рост цен на золото. Коррекция рынка – это краткосрочное снижение рынка после продолжительного роста. Если я не ошибаюсь и коррекция рынка произойдет, то я смогу купить ИТФ на акции по более привлекательным ценам. А пока тот биржевой фонд, который я приобрел, должен оставаться стабильным и приносить мне доход. В личном кабинете на сайте Тинькофф.ру или в мобильном приложении Тинькофф.инвестиции вы всегда можете посмотреть, как меняется стоимость портфеля ваших ИТФ. Прошло две недели. Теперь я покажу вам, как изменилась цена акций нашего биржевого фонда. Как видите, цена акций нашего биржевого фонда немного подросла. Но я не планирую сейчас расставаться с ними. Я подожду 2-3 года, когда цены на золото существенно изменятся. И только тогда продам их. Совместно с Тинькофф.журналом мы разобрались, что такое инвестирование в акции, как инвестировать в акции с меньшим риском, что такое биржевые фонды и как инвестировать в портфель ИТФ. Теперь вы сможете сделать первые шаги и начать инвестировать осознанно. Удачных инвестиций! Продолжение следует...